Быстрее, быстрее двигайся. Давай, давай, трошки быстрейше. Суверенитет важнее, чем территориальный контроль. Российские власти понемногу начинают готовить российское общество к тому, что захваченные территории Украины придется возвращать. На днях депутат Госдумы, между прочим, от правящей партии «Единая Россия» Евгений Федоров в своем новом интервью озвучил крайне любопытную мысль. Он заявил, что территориальная целостность для России – это вообще второстепенный вопрос. И главное – суверенитет. Суверенитет для России гораздо важнее, чем контроль над территориями. Помните, в Великой Отечественной войне какой был лозунг? Свобода и независимость. Свобода и независимость – это суверенитет. А уже потом, собственно, территориальная целостность Отечества. То есть даже тогда люди понимали, что суверенитет важнее, чем территориальный контроль. Мы возвращаем некоторые территории – Запорожье, Херсон, Донецк, Луганск, до этого Крым. Но мы не понимаем, что суверенитет еще важнее, чем территория. А вот этот момент, он еще в обществе не созрел. В общем, Донецк, Луганское, Запорожье – это, конечно, хорошо. Но если их и не будет, то на самом деле ничего страшного. Главное – независимость и суверенитет. Таким образом, депутат Госдумы уже сформулировал тезис, который российские власти смогут подать российскому обществу в качестве своей победы, даже если Россия и потеряет оккупированные территории. Всегда можно будет сказать, что Россия защитила свой суверенитет. Россия защитила свою независимость – значит, победила. Ну а какой-то там клочок земли на самом деле не так уж и важен. Кстати говоря, Евгений Федоров – это не обычный депутат. Это еще и лидер самых отмороженных российских охранителей и националистов. У него есть своя организация – НОТ – Народно-освободительное движение. И это те самые люди, которые постоянно призывают бомбить Вашингтон и ходят по улицам российских городов с надувными ракетами. По центру принятия решений НАШИНГО! И если уж такие депутаты озвучивают тезисы о том, что контроль над территориями не так важен, то это точно не просто так. Кремль таким образом подготавливает свое общество к тому, что захваченные территории в Украине, которые он уже поспешил объявить российскими территориями, придется оставлять. Просто Кремль уже подготавливает россиян к тому, что в этом не будет никакой трагедии. И более того, Кремль уже сейчас задвигает тему, что отход с вот этих захваченных территорий Украины – это будет не провал, поражение и позор, а наоборот победа, потому что главное же – это суверенитет. А суверенитет Россия защитила, не позволила американцам войти в Москву и так далее. И вы знаете, я уверен, что как бы там смешно, может быть сейчас это не звучало, что на огромную часть российского общества это зайдет. Потому что уже практика показала, что российская пропаганда может впаривать российскому обществу абсолютно что угодно. И на самом деле миллионы людей совершенно точно даже в такие вот безумные пояснения поверят, посчитают, что это все хитрый план Путина. Путин опять всех переиграл. И Кремль в очередной раз еще и подаст свой выход с территории как свое очередное достижение. Российские патриоты бьют тревогу. Наметились первые признаки развала российской армии, воюющей в Украине. За последние дни отмечено сразу два громких случая массового дезертирства и массовой сдачи в плен российских военных. Несколько дней назад под Авдеевкой массово сдались в плен российские военные из штурмового отряда «Шторм», которых направили в мясной штурм. Такую заведомо провальную, заведомо гибельную атаку на украинские позиции без поддержки бронетехники и артиллерии. И эти российские военные просто отказались погибать и сдались. На видео с дрона, которое опубликовали украинские военные, видно, как без сопротивления покорно сдаются в плен более 20 российских штурмовиков. Всего в тот день сдалось около 30 россиян, включая нескольких офицеров. Уже в плену они записали обращение на видео, в котором пояснили, почему им пришлось сдаться. Я командир 3-го штурмового завода 110-го полка отряда «Шторм» лейтенанта Махмута Вадима Владимировича. БК на исходе не выдается. Мины для минометов идут как подсчет, как бы это не смешно было сказано. Личный состав боится выходить на передовую, так как нет ни поддержки, ни авиации, ни техники нет. Чего вообще? Для чего вы нас посылаете? Это просто тупо как мясо, как фарш. Ситуацию прокомментировали и сами российские оккупанты, которые признали, что ситуация в российской армии катастрофическая, и военным пришлось сдаться в плен просто из-за отсутствия боеприпасов и техники. Это 22 наших пленных соотечественника, которых украинцы взяли в одном бою. При очередном нашем штурме. И это текущие реалии мясных штурмов. Очередная печальная веха. Люди не просто брошены без поддержки брони и артиллерии в огневую ловушку. Ситуация настолько чудовищная, и они настолько неподготовлены, что они просто не успели толком начать сопротивляться. Не успели сориентироваться, иначе бы украинцы их просто уничтожили. Написал в своем телеграм-канале российский военный Андрей Морозов, который также является популярным блогером под ником Мурс. Но и это еще не все. Дальше началось самое интересное. Буквально на следующий день с фронта дезертировали сразу 40 российских уголовников, которых отпустили из тюрьмы на войну. Они тоже воевали в составе отряда Шторм-Зет. Вообще в России много таких штормов, много отрядов с таким названием. В них часто набирают уголовников. И вот такой же отряд под названием Шторм-Зет размещался на территории Луганской области, в оккупированном Лисичанске. И из этого отряда дезертировала сразу почти целая рота. 39 человек, которая сбежала на территорию Российской Федерации. Сначала об этом инциденте сообщили российские военкоры. Они написали, что дезертиры застрелили нескольких российских военных, которые попытались им помешать. А также убили двоих гражданских, у которых забрали автомобиль Митсубиси. Позже эту информацию также подтвердили и российские СМИ, которые сообщили, что вооруженные дезертиры сбежали в Ростовскую область и теперь их там ищут. Не понимаю только, а почему их ловят? Ведь если верить российским СМИ, эти люди являются освободителями Донбасса и защитниками русскоязычного населения. Разве они могут кому-нибудь причинить зло? Разве от них может исходить какая-то опасность? Ну а если серьезно, то можем зафиксировать, что мы видим факты такого массового отказа российских военных от участия в боевых действиях, когда сразу десятки людей либо дезертируют, либо сдаются в плен. И фактически мы видим повторение событий 100-летней давности, когда во время Первой мировой войны точно так же начиналось, то есть сначала группами, ротами, вот такими небольшими группами, начинали солдаты отказываться от участия в войне, сбегали с фронта, затем уже начинали сбегать просто дивизиями, ну а потом фронт развалился. И то, что это сейчас происходит, вот эти факты сдачи в плен, отказа от участия в войне, они в очередной раз доказывают, что у российских военных низкий боевой дух, низкая мотивация, и понятно почему, то есть они не видят для себя смысла участия в этой войне, потому что они не понимают, за что она реально идет, а если сказать точнее, наверное, и правдивее, то как раз-то они в глубине души наверняка все понимают, просто они понимают, что за ними правды нет, что они в этой войне захватчики, что правда, справедливость на стороне украинцев, а они пришли в чужую страну, они ведут преступную войну, они являются оккупантами, поэтому у них нет боевого духа, у них нет вот этого подъема, нет желания воевать. Они понимают, что украинцы защищаются, а они пришли в страну, где их, во-первых, никто не ждал, не желал видеть, во-вторых, их реально ненавидят. Очень сложно себя убеждать, что ты воюешь за правое дело, совершать какие-то подвиги, когда ты понимаешь, что тебя ненавидят, ты ведешь, твоя сторона несправедливая, ты ведешь захватническую и преступную войну. Именно поэтому я убежден, что вот такие случаи будут продолжаться и дальше, будет продолжаться вот такая массовая сдача в плен, отказ от войны, и Россия в итоге проиграет. Проиграет, потому что, ну вот такой настрой, потому что уже понятно, что никому это не надо, российским военным все это не надо, и непонятно вообще, почему это продолжается. Ну, очевидно же, да, что можно все прекратить, просто оставьте нас в покое, дайте нам спокойно жить, уйдите, не мучайтесь, да, не издевайтесь над нами, не издевайтесь над собой, просто идите в свою страну, занимайтесь какой-то мирной работой, у вас там полно дел, как бы не трогайте нас, оставьте нас в покое, и все будет нормально. Как только эта простая истина дойдет до россиян, все это прекратится, и не будет вот этих вот всяких позорных инцидентов, когда то зэки сбежали, то военные сдались, как бы, ну, зачем это нужно, когда никто не понимает давно уже, по-моему, смысла происходящего. Субтитры создавал DimaTorzok